Обрежение. Статистика показывает, что тромбы вылетают или организуются, образуются в организме чаще всего рано утром, вторая половина ночи, рано утром, от 3 до 5 утра. Почему? Потому что кровь была густая всю ночь, и утром образуются тромбы. К слову о том, что задавали вопрос, например, по этой теме, могут ли отрываться тромбы, это полный бред, тромбы не отрываются. Единственное, когда тромбы есть, например, где-то, и кровь течет уже по сосудам не прямо, а извиваясь, закручиваясь, завихряясь, то густая кровь плюс тромбы могут образовывать новые тромбы. Это правда. А старые тромбы, они насколько честно прикреплены к стенке, что они практически не отрываются никогда. Это может быть только в сердце, если тромб такой специальной формы, и могут рваться его кусочки. Почему говорят, оторвался тромб? Говорить можно всё. Бумага выдержит всё. Я, что, ну давайте так я вам скажу. Если доктор за свою практику не стесняется ходить в морг на вскрытие, то он очень быстро поймёт, что тромбы не отрываются. По талабигнатам, когда вскрывается сосуд, он показывает, насколько тромб крепко сидит. И мы это знаем как хирурги. Мы не можем тромб 6 часов есть, если тромб, например, вылетел в сердце, затерял в артерии. 6 часов есть, чтобы его оттуда удалить. Через 6 часов его удалить невозможно. В соответствии с хирургом, он врастает бегом. Поэтому старые тромбы не отрываются. Могут организовываться новые и загусают кровь. И вот чтобы новые не образовывались, для этого нужно ежедневно быть убеждённым в том, что кровь...